Либо-либо Я была в вихре света. Мне кажется, что никто не мог так любить танцы, как я. Я бывала иногда на трех балах в один вечер. Независимо от танцев, меня тешил тот момент, когда я появлялась в зале. Чего только мне не говорили. И царица-то я, и красавица из красавиц. Один перед другим меня хватали вальсировать, и я носилась как безумная. Это цитата из воспоминаний Анны Философовой. В молодости она действительно любила балы, любила выбирать наряды и любила своего мужа, государственного чиновника высокого ранга. К статусу молодой жены и светской красавицы прилагались огромная квартира на мойке и большое приданное. Замужество позволило 19-летней Анне перейти из купеческого в еще более высокое, дворянское сословие. А ее мужу, 35-летнему Владимиру Философову, обзавестись женой и, наконец-то, стать почтенным главой семьи. Очень скоро Анна примется рожать детей, Владимир продвинется высоко по службе, и их дом станет одним из самых состоятельных и влиятельных светских салонов столицы. В общем, про такой брак Толстой роман не напишет, потому что счастливые семьи счастливы одинаково, и что про них писать. В мире русской классики, таким как Философова, вообще отводилась роль в лучшем случае третистепенного персонажа типа Ольги Лариной. Примерная жена и заботливая мать семейства. Мы бы узнали о ней из пары страниц романа, где главный герой мечется между диваном и спасением человечества. Но однажды Анна познакомилась с дочерью-декабристки, занялась благотворительностью и вошла в историю как одна из самых значимых российских феминисток 19-го столетия. Но обо всем по порядку. С вами подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в XIX веке, о женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. Сегодня мы говорим о семье и государстве, женской солидарности и обманчивости внешнего облика. В 1855 году, когда Анна Дягилева вышла замуж и стала философовой, заканчивалась Крымская война. То, что подавалось как неизбежный триумф русского оружия, закончилась полным разгромом армии и позором короны и всего Отечества. Больше ста тысяч солдат было убито и ранено. Но все это не в новинку. История России знает много таких эпизодов. Но кое-чем эта война все же выделялась. Главным отличием было то, что в Крымской войне с российской стороны участвовали женщины, а точнее, сестры крестовоздвиженской общины. Противоположная воюющая сторона тоже использовала женский труд с медсестерой-санитарок. Но если англичане и французы сначала эвакуировали раненых с поля боя, а лечили их уже в тылу, то российские сестры милосердия накладывали шины и затягивали жгуты прямо на поле боя. Подробная эта история про военную полевую медицину рассказана в восьмом эпизоде второго сезона подкаста «Почему мы еще живы». Но меня она интересует потому, что это первый случай, когда женская солидарность взяла верх над социальным неравенством. Екатерина Бакунина, одна из сестер милосердия, которая оставила подробные воспоминания об этой войне, писала, «Были между нами и совсем простые, и безграмотные, и полувоспитанные, и очень хорошо воспитанные». Вообразить себе такое собрание аристократок, монахинь и крестьянок можно было только во время большой беды. В 1856-м эти женщины вернулись с войны и как-то встроились обратно в свои старые роли и функции. Но сами они были уже совсем другими. 19-летняя Анна Философова могла только читать новости о Крымской войне, потому что сама она была глубоко погружена в новую для себя роль жены и одновременно очень активную светскую жизнь. Ноночка много веселится. В эту зиму множество балов, и в том числе бал-костюм, который особенно ее занимает, потому что нужно придумывать оригинальные костюмы. У банкира Гинзбурга будет «Анссюбретт». Это Владимир Философов писал о своей юной жене. Дома ее называли «Ноночкой». Бал-костюм – это, как можно догадаться, костюмированный бал, а «ссюбретт» – это жанр комедии о молодой кокетливой даме. Ну а банкир Гинзбург – это один из самых крупных владельцев золотых приисков в Российской империи. С мужем Анне вообще скорее повезло. Он не был ревнив, не был абьюзером и вполне искренне восхищался молодой женой, которая, кстати, не только блистала в свете, но и отлично справлялась с ролью хранительницы семейного очага. Тут нужно сказать, что этот пресловутый семейный очаг в середине 19 века – это не только муж, жена и дети. Это целая толпа кузенов, заловок, свояков и других родственников, название которых нам сегодня нужно гуглить. И поддержание мира внутри этого семейного клана было само по себе полноценной работой. Например, свекра Анны, Дмитрий Философов, был классическим барином-самадуром и упивался своей безграничной властью над крестьянами. Когда невестка впервые приехала к нему в имение после свадьбы в 1856 году, ее встретил гарем из крестьянок, которые по капризу барина ходили полуголыми. Анна была из семи купцов, которые гордились тем, что никогда не владели крепостными. И это не могло ее не шокировать. От момента замужества и вплоть до отмены крепостного права Анна была единственной, кто пытался пресекать его дикие выходки. Кроме того, у старика был еще один сын, Николай, от которого он фактически отрекся. И мирить двух взрослых, ранее незнакомых ей мужчин входила в обязанности Анны, как хранительница семейного очага. Кстати, у нее это получилось, хоть и совсем незадолго до кончины свекры. История со свекром была не в новинку, потому что ее матери точно так же приходилось обхаживать пожилого патриарха. Павел Дягилев, отец Анны, был предприимчивым купцом, но во второй половине жизни ударился в религию. Возможно, и в вашей семье есть такие мужчины, которые в 90-е заработали капитал, а в 10-е обвесили свои машины иконками и стали слишком уж хорошо разбираться в старцах. Вот, Павел Дягилев был из таких. Однажды, когда семья стояла в церкви и к ним подошлись с тарелочным сбором, Павел положил на тарелку тысячу рублей. Мать, недолго думая, взяла эту тысячу назад с тарелки и положила их к себе в карман, а на тарелку вместо них опустила один рубль. мужу она объявила, что все расскажет митрополиту и тот объяснит ему, насколько это православно разорять своих детей. Когда мать Анны, тоже Анна, только Ивановна, готовила ее ко встрече с Александром Вторым по случаю его коронации, она писала дочери так «Не кричи, не смейся много, умей вовремя помолчать, это большая наука». Анне нужно было уметь сочувствовать, но в меру, уметь быть в меру светской, в меру православной. Нужно было одновременно быть светской львицей и заботливой матерью. Надо было уметь пройти по лезвию ножа, чтобы ее не обвинили в распущенности или ханжестве. Внутри таких семейных и светских отношений философова существовала первые пять лет своего брака. Но скоро ей, как и вернувшимся с войны графиням и крестьянкам, стало тесновато в отведенной для жизни ниши. В 1859 году в России обсуждают реформы. Крепостное право еще не отменили, но уже вот-вот. И кажется, что сейчас с новым императором в стране будет новая жизнь. У философовых уже родился первенец. Когда Анна не занята домашними драмами, она блистает на балах. Как она вспоминала позже, в то время она вела жизнь бабочки, и ей чего-то не хватало. Какого-нибудь дела. А потом она познакомилась с Марией Трубниковой. Много лет спустя сама философова в переписке с дочерью Трубниковой Ольгой так вспоминала этот момент. «Твоя мама имела терпение читать со мной серьезные книги и толковать мне всякое слово. Я никогда не забуду первого с ней знакомства. Мы говорили буквально на разных языках. Я ее совершенно не понимала. К счастью, она была из тех, кто сразу соображает, с кем имеет дело. В этом была ее сила, ее обаяние. Она меня обласкала, ободрила, дала книгу для прочтения». Благодаря Трубниковой Анна познакомилась с текстами Джордж Санд, одной из самых прогрессивных писательниц своего времени. Мария объясняла подруге про либерализм, про Герцена, Платона и Прудона. Словом, разговаривала обо всем, что юной женщине не надо знать, но очень хочется. Когда возникло общество дешевых квартир, первые председательницы выбрали Трубникову, а спустя год ее сменила философова. К этому моменту в обществе дешевых квартир было уже больше трехсот участников и участниц. Вместе с ними росло и число клиенток. Кстати, клиентками в обществе называли собственно женщины с городской бедноты, которым помогали с жильем. Возможно, для основательниц общества это было еще одним способом сказать миру, что они строят не очередную богадельню, а совершенно новый социальный проект. В 1863 году четвертая беременность философовой закончилась выкидышем, и она ушла с поста председательницы. Затем в 65 году от воспаления спинного мозга в возрасте пяти лета умерла одна из ее дочерей. В 66 году она забеременела снова, родила сына Павла и только через год после этого смогла вернуться на пост председательницы. В этот раз она развернулась всерьез. При ней общество открывает вторую школу и расширяет детский сад, а швейная мастерская выигрывает колоссальный заказ военного министерства. Этот тендер на пошив белья обеспечивает работы около 500 женщин в год. При этом социальные проекты общества поглощают колоссальные средства. К середине 60-х годовой бюджет общества дешевых квартир это уже около 30 тысяч в год. Для сравнения самое крупное государственное благотворительное общество императорское человеколюбивое общество на презрение бедных во всей империи выделяло 70 тысяч в год. Общество дешевых квартир это половина этой суммы и его клиентки только в Петербурге. И философ его находит эти деньги. Она устраивает открытые лекции, лотереи, любительские спектакли. Многие из них проходили у нее дома в гигантской казенной квартире, положенной статусному чиновнику. Анна вообще довольно быстро поняла, что фандрайзинг это не просто работа с деньгами, а работа с людьми, то есть создание благотворительного сообщества. И богатые аристократы, в домах которых она танцевала, когда ей было 20, в 30 становились первыми крупными патронами ее инициатив. Помните балл Гинсбурга из начала выпуска? Его хозяин, банкир и золотопромышленник Гинсбург со временем общества дешевых квартир. Дом философовых был местом, где завязывались важные знакомства. Самые светлые умы империи читали лекции и устраивали творческие вечера в квартире на мойке. Вот третья дочь философовой Маруся вспоминала «Я как-то изнывала в своей ученической комнате мне было лет 14-15 над остроумной арифматической задачей о зайце и черепахе, когда меня осенила блестящая мысль «Пойду-ка я к маме». Вдруг входит Достоевский. В чем дело? И тоже стал придумывать разные комбинации, но непременно хотел, чтобы черепаха пришла раньше зайца. Она бедная и не виновата, что Бог ее так создал. Старается изо всех сил, а это лучше, чем заяц, прыг-скок и уже поспать. Через несколько дней, когда Достоевский пришел уже по делу, в гостиной обсуждали мировой разум, мировую душу и прочее высокое. Достоевский молчал, потом обернулся неожиданно ко мне и точно хватаясь за соломинку сказал «Манечка, а черепашка-то добежала? Как вы думаете?» Как вообще вся эта невероятная тусовка оказалась возможна? Столько денег, столько знаменитых людей, все на виду и все под носом у государства. В том же 1867 году, когда философова становится председательницей общества во второй раз, император назначает ее мужа главным военным прокурором империи. Почему их всех сразу не отослали по монастырям и ссылкам? Один из ответов состоит в том, что им очень повезло, попасть в нужное время и место. Общество дешевых квартир появляется на рубеже 50-х и 60-х. Это время, когда либеральная часть чиновничества берет верх над консервативной. Сначала в 1857 отменяют военные поселения, потом отменяют крепостное право, дальше вводят институт земства и проводят финансовую реформу. Даже если вам нужно гуглить, что такое военные поселения и земские суды, просто поверьте мне на слово, что для поколений детей-декабристов эти реформы — это мечты их отцов, которые притворяются в жизнь почти 10 лет подряд. Вот вам картинка, чтобы понять степень облегчения, которая наступила в эпоху отмены крепостного права. Я уже рассказывала про свекра Анны Философовой, у которого в свое время был крепостной гарем. А вот, например, как Анна описывает помещика Александра Львова, который был соседом Философовых. Он ездил по уезду в золотой колеснице в тигровой шкуре. Вся дворня была увешана какими-то орденами, вроде льва и солнца, а сами голые, и он голый. Раз он затеял правильный штурм на Воржево, собрал армию, выкатил пушку и осадил город. Начал даже по льбу. Хорошо, что исправник был догадливый. Он взял какие-то ржавые ключи, положил их на бархатную подушку и торжественно вышел навстречу врагу. Была у этого сумасшедшего крепостная девушка, которая отказалась стать его любовницей. «Значит, ты меня хуже пса считаешь?» сказал он. «Ну, ладно». Он привел большого свирепого пса и отдал девушку ему на растерзание. У этого львова в усадьбе была тюрьма, и люди гнили в его карцере. У другого помещика, Нелидова, тоже была тюрьма. Когда настала эмансипация, то эту тюрьму по щепочкам разнесли. Кстати, свекру философовой после отмены крепостного права крестьянки тоже, судя по всему, довольно страшном стиле. Он жаловался сыну в письмах, что его на старости лет подбрасывают на простынях и роняют на пол. Или вывозят в сад и бросают на кресле одного на часы. Мы не знаем, правда это или старческие манипуляции, но после отмены крепостного права он прожил всего год. Когда свекру похоронили, Анна нашла нового приказчика. И как она пишет, переехала во Флигель и первым делом взялась за постройку школы. Это была первая школа в округе. Как смотрели на это помещики, а с другой стороны крестьяне, трудно было описать. Я помню, что они принимали меня за сумасшедшую. Школа была выстроена только на 50 человек и сомнения не было, что сразу будет в нее наплыв 100 человек. Я просила земства мне помочь и мне помогли. Школа, больница и вокзал это основа жизни малого города в современной России. По идее, этот набор должен отличать его от деревни, хотя, к сожалению, не всегда. Но в 19 веке ни младшие школы, ни деревенские больницы вообще не были заботой государства. Помещики сами организовывали их, если им того хотелось. Философовой хотелось. Привет! Это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку Либо-Либо+. Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале Либо-Либо. Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч «Толстовки с Первороди и Закат Империи». Подписка лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год. Так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами. И вот в 1867-м журналистка Евгения Конради написала публичное обращение к Первому съезду ученых-естествоиспытателей. В нем она четко проговорила, что женщинам в Российской империи нужен доступ к высшему образованию. После вызывания было несколько петиций, они собрали сотни подписей, и их содержание стало известно далеко за пределами империи. В Европе о возникновении женского движения в России узнали благодаря Марии Трубниковой, потому что она была не только мозгом всей операции общества дешевых квартир, она еще и отвечала в этом деле, как сегодня сказали бы, за международные связи. На ее имя начали приходить письма поддержки со всей Европы. Самый громкий голос выразил Джон Стюарт Миль, тогда популярный философ, а сегодня классик английской экономической философии. Это письмо было опубликовано в «Ведомостях» главной имперской газете. Вот что Миль писал российским феминисткам. «Равная доступность интеллектуальной культуры важна не только для женщин, но также и для всемирной цивилизации. Я глубоко убежден, что нравственному и интеллектуальному прогрессу мужского пола сильно грозит опасность остановки, а, пожалуй, полного отступления назад, до тех пор, пока прогресс женщин будет сильно отставать. Я от всего сердца аплодирую вашим усилиям, а также усилиям тех просвещенных мужчин, которые поддерживают их». В общем, задача, которая стояла перед основательницами общества дешевых квартир, была ясна. Надо было брать дело в свои руки и строить первый в России женский университет. Но для того, чтобы организовать женский университет, нужно было всего-то найти профессоров, согласных читать лекции женщинам, получить разрешение правительства и добыть деньги. С профессорами вышло проще всего. Через несколько месяцев, после как выражались газеты «блестящей выходки госпожи Конради», на квартире у Трубниковой собрались 30 организаторов и 43 профессора. Среди профессоров были ботаник Бекетов, историк Бестужев, химик Менделеев, физиолог Сечиных. Да-да, вот эти все мужчины, чьи портреты висят в школах по всей стране. Биографинист-философовой Ариадна Тыркова писала, что собравшиеся должны были выработать план вольного женского университета. Хотя этого страшного слова, то есть вольного, никто не произносил. Женский университет не мог, да и не должен был быть бесплатным. Курсистки платили за полгода занятий по одному предмету два с половиной рубля, а зарплата профессоров была три тысячи рублей в год. Но они согласились читать лекции бесплатно в первый год. Деньги все равно нужны были на лаборатории, библиотеку и учебные пособия, но самой главной задачей было получить разрешение на открытие университета у министра просвещения. Им был граф Дмитрий Толстой. Давайте на минуту задержимся на фигуре Дмитрия Толстого. Он не имеет никакого отношения к Ольву Толстому. Наш Дмитрий был консерватором и имел соответствующее его воззрение мнение по поводу женского образования. И это было не просто мнение в стиле «не положено». Там есть своя парадоксальная логика. Следите внимательно. Женщине нельзя учиться в университете, потому что в этом случае она будет иметь право на государственные должности. И тогда по закону она должна будет подчиняться императору. Но как жена по закону Божиему она обязана подчиняться мужу. А если царь и муж захотят разные вещи, то что делать? Ну, мы как государство, как патриоты, как христиане в конце концов не можем пойти на такое. Наши руки связаны. И это, кстати, очень распространенная точка зрения в то время. Не один Толстой так думал. Но были у него и свои собственные странные идеи. Однажды он показывал знакомому помещику свою конюшню. И в ней было одно стойло, шикарно обставленное даже по меркам богатого поместья. Посетитель спросил, для которой из лошадей предназначено это место. Толстой, не колеблясь, ответил, это для меня, когда я сойду с ума. И по свидетельствам современников, он действительно сходил с ума периодически, но строго определенным образом. Мы знаем об этом в частности со слов народовольца Бориса Оржиха, который в 80-х готовил покушение на графа и следил за ним. Вот что он писал в своих воспоминаниях. Министр Толстой вскоре поехал на отдых в Крым. Но, несмотря на хранимую правительством тайну, стало известно, что ввезут его в Ливадию в состоянии полного психического расстройства. Он был не только министром внутренних дел и коммергером, но также и царским конюхом. И одним из пунктов его помешательства было то, что он превратился в лошадь. На станции Лозовой в роскошной столовой особняке Толстой кричал лакею во время ужина. «Человек, порцию сена!» Тогда Оржих отказался от идеи убийства. Видимо, не поднялась рука христианина на юродивого. И, кстати, после этого эпизода Толстой еще четыре года работал министром внутренних дел и шефом жандармов. А после ушел на почетную пенсию и стал членом Государственного совета. Если вы не чувствуете масштаба этой тайны, то просто представьте, что Бастрыкин периодически считает, что он «Жигули» и пьет бензин, а правительство это скрывает. Так что, когда Толстой говорил про тот момент, когда он сойдет с ума, это были буквально планы на пенсию. И вот через такого человека нужно было протащить ни много ни мало идею первого в истории России женского университета. Канраде, которая запустила своим обращением весь процесс, на прием к Толстому не пустили, потому что она считалась слишком уж одиозной. Трупникова не пошла на встречу с министром из солидарности с Канраде. В итоге к нему отправились Философова, Стасова и их подруга и соратница Елена Воронина, а также Владимир Бекетов, один из профессоров, которые с самого начала согласились преподавать женщинам. Они шли к министру не с пустыми руками. Кроме Петербурга прошение разрешить женщинам посещать лекции писали в Москве и Казани и под каждым собирались подписи. Пришедшие представляли уже собой вполне реальное общественное движение. Но поначалу Толстой их вообще не воспринял всерьез. Надежда Стасова так вспоминала об этой встрече. Толстой говорил, что это затея нашего кружка, что этого совсем не надо для женщины, что она выйдет замуж и все науки в сторону и что этого только малое число желает. Когда же мы указывали на массу подписей, заявивших желания женщин, он ответил, да это все бараны, вы запивалы, а им все равно на что и куда идти. Новость, вот и все. В общем, министр начал с газлайтинга, а продолжил тем, что государь все равно не разрешит университет. Так что нечего даже и пытаться. Но просительницы не отступали и настаивали, что все зависит от того, как граф доложит об их просьбе императору. Мы не знаем в деталях, как проходил этот разговор, но, как ни странно, под конец делегации все-таки удалось Толстого продавить. По воспоминаниям Стасовой он сдался и сказал, «Видно, что дамы просят и не стесняются. Я буду хлопотать, но почти уверен, что не дозволят». Через несколько месяцев пришло письмо. Это был еще не официальный ответ министерства, это было только письмо, адресованное Аней Философовой. Я вам его цитирую. «Указываемая в записке важнейшая естественная обязанность женщины в воспитании и образовании детей не нуждается, собственно, в университетских курсах, тем более, что благодаря программе средних учебных заведений женщины к таким курсам и не подготовлены». Иными словами, женщинам нельзя учиться в университете, потому что их и в школах ничему не учат. Официальный ответ из министерства пришел через год. В нем разрешалось только создание открытых курсов для обоих полов, то есть для женщин и для мужчин. Так, хоть и в покоцанном виде, правительственное разрешение было получено. Так появились Владимирские курсы. Все так ждали этого разрешения, что Владимирские курсы были даже не первыми, которые открылись в столице. Пока наши героини договаривались с профессорами, искали спомещения и собирали бюджеты, некая Екатерина Солодникова устроила концерт, известный тогда оперной певицей Елизаветы Орловской, и на доход с этого концерта открыла Аларчинские курсы. О Солодниковой мы толком и не знаем ничего, кроме того, что она была очень заряженная на действия активисткой, и в какой-то момент ей просто надоело ждать. Состав профессоров на Аларчинских курсах был не таким звездным, как на Владимирских, а сами курсы были чем-то вроде подготовительного гимназического курса для девушек, которые не могли поступить сразу на Владимирские. Кстати, оба названия Аларчинские и Владимирские названы просто по месту расположения. Аларчинские находились у Аларчинского моста, а Владимирские на Владимирском проспекте. В общем, разрешение, которого добились активистки для себя, сыграло на руку всем. Очень скоро похожие курсы начали появляться в Москве, в Казани и в Киеве, и курсистки буквально ломились на курсы. На Аларчинских в первый год училось 300 женщин. О количестве женщин на Владимирских мы знаем, что 300 билетов не хватило и пришлось допечатывать еще. На курсы Гирье в Москве училось 100 человек. Про этот период образовательного бума Трубникова, которая все это время отчасти держалась в тени, писала своей британской подруге Джозефине Батлер. У нас в России, с одной стороны, множество женщин, ищущих труда. С другой стороны, полный недостаток в школьных учителях, врачах, деревенских аптекарях, просвещенных земледелах, всякого рода специалистах. Все эти факты доказывают, что специальное образование не есть фантазия, а истинная, настоятельная потребность. Мы прекрасно понимаем, что есть масса женщин, жаждущих общего образования, которые на нем остановятся, и которых влияние в обществе и в семействе будет столько же благодетельно и столько же благотворно, как влияние женщин, посвятивших себя специальностям. Но мы желали бы, чтобы всякий человек имел право выбирать себе дорогу без всякой помехи или загородки. Но кроме женщин, которые хотели получать образование, существовало еще и общественное мнение. И оно очень тревожилось насчет, например, медицинского образования. Как же девушки будут изучать анатомию на трупах? Они, конечно, мертвые, но некоторые ведь все равно мужчины. Историк Сергей Сватиков потом так описывал эту общественную дискуссию. Многие родители успокоились в тревогах о неприличности занятий в анатомическом театре, уверены, что Мария Григорьевна Ермолова не позволяет молодым девушкам резать трупы мужчин. И в охранении чувства стыдливости примет меры, чтобы трупы были одеты. Мария Ермолова была главной смотрительницей акушерских курсов при военно-медицинской академии. Опять же, если вы решили, что все интеллектуалы и профессора радостно кинулись преподавать девушкам и поддержали прогрессивные начинания, то все, конечно, было сложнее. Вот, например, профессор Санкт-Петербургского университета Петр Цитович написал целую брошюру под названием «Ответ на письмо ученым людям». То есть он это пишет, как бы обращаясь к Конраде. «Вы надолго искалечили не только нравственный облик, но даже наружный образ русской женщины. Вы развратили ее ум и растлили ее сердце. В этом уме была игривость, вы из нее сделали блудливость. В этом сердце было увлечение, вы превратили его в похоть. Она была способна на жертву, из нее сделали искательницу приключений. Она живо соображала, ее научили бредить. Полюбуйтесь же на нее. Мужская шапка, мужской плащ, грязные юбки, оборванное платье, бронзовый или зеленоватый цвет лица, подбородок вперед, в мутанных глазах все. Бесцельность, усталость, злоба, ненависть. Иными словами, весь этот расцвет продлился недолго. Довольно скоро противники женского движения очнулись, встрепенулись и началась реакция. Это отдельная большая история, потому что Цитович, конечно, не единственный боялся образованных и независимых женщин. Тогда вообще мало кто себе представлял, откуда они взялись и что они собираются делать с этими знаниями и учеными степенями. В следующем эпизоде мы как раз поговорим об одной из первых представительниц этого совершенно нового типа российской женщины. Ученой, образованной и независимой химичке Анни Энгельгард. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Надежды Стасовой была Анастасия Лотарева. Анну Философову озвучивала Юлия Варшавская. Дарья Сиренко записала для нас голос Марии Трубниковой. Жанна Алфимова и Настя Красильникова были первыми слушательницами и внимательными комментаторками, за что им отдельное спасибо. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Братищева. А помогает мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, композитор Эльдар Фатахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете, ставьте нам оценки и оставляйте комментарии в том приложении, где вы слушаете подкаст. Мы выходим по вторникам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин